Здравствуйте! Уважаемые жители Самарской области, мы констатируем серьезный рост уже в 2-3 раза среди заболевших детей и подростков. Мы вынуждены констатировать практически 30% увеличение количества лиц, нуждающихся в госпитализации. И в связи с этим Министерство здравоохранения вынуждено принимать вновь весьма и весьма болезненные действия организационные, дабы обеспечить доступность стационарной помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, доступ к кислороду, доступ к реанимации. Поэтому на этой неделе открываются дополнительные койки, 300 койк в областной больнице Середавина. И в конце недели еще 185 койк в городе Тольятти. Но какой ценой? А в областной больнице имени Середавина практически ликвидируется и сокращается оказание плановой специализированной помощи, потому что эти койки надо перепрофилировать в койки, оказывающие помощь больным с коронавирусной инфекцией. Остается только региональный сосудистый центр, оказывающий помощь пациентам с инфарктом и инсультом. Это все не от хорошей жизни. Большое количество пациентов с коронавирусной инфекцией лечится на дому. Но, к сожалению, каждым днем все больше и больше пациентов нуждаются в госпитализации, нуждаются в доступе к кислороду. И несмотря на то, что уже в Самарской области практически 4800 коек развернуты для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, этих коек не хватает. И это тревожный сигнал. Это чрезвычайно тревожный сигнал. Сегодня, по предложению Министерства здравоохранения, областной штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией вынужден был принять решение прекратить на территории Самарской области плановую госпитализацию и плановые консультации. Я, как врач, понимая развитие ситуации, могу предположить, что несмотря на то, что в Самарской области уже первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привилось миллион сто тысяч жителей, а вторым компонентом миллион тридцать тысяч, этого крайне недостаточно. Мы должны привить 80% населения нашей области. И вот это пренебрежение к нашим призывам, призывам специалистов, пойти и привиться, приводит к таким последствиям. Последствия, которые не могут не сказаться на оказании медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями. Мы вынуждены закрывать многие виды, потому что оттуда надо забрать специалистов и перевести их в ранг специалистов, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Это тяжелая работа, изнурительная работа. Я уже призывал к вам, если вы имеете уважение, если вы понимаете важность труда медицинских работников, вы не должны их обрекать вновь на такой тяжелый подвиг. Это неправильно, когда мы восхищаемся трудом медиков благодаря тому, что они просто вынуждены изнурительно пахать на работе, потому что больных очень много. Больные тяжелые. И я говорил, что этот штамм, который сегодня практически повсеместно, все пациенты сегодня заражены дельта-штаммом. Он заразнее, он протекает тяжелее, он вызывает большее количество неблагоприятных летальных исходов. И при этом, еще раз хочу подчеркнуть, единственный способ избежать тяжелого течения заболевания, избежать вообще возможности заразиться, избежать возможности иметь осложнение, даже если вы заболели, или умереть, единственный способ сегодня, это не госпитализация в хорошую оснащенную больницу, это прививка. Это прививка. И именно она обеспечит ваш иммунитет оружием, который позволит вам, даже когда вы заразитесь вирусом, обеспечить надлежащую защиту. Но, к сожалению, уважаемые наши жители, вы игнорируете эти призывы. К сожалению, вместо того, чтобы иметь привитых, 80% мы на территории Самарской области привили лишь 40% тех людей, кто должен быть привит. 40. Половину не привились. Более того, скажу, особая категория людей старше 60 лет, у которых практически у всех есть явные или скрытые заболевания, которые влияют на исходы и течение коронавирусной инфекции. Многие, может быть, даже и не знают об этих заболеваниях. Это начальная стадия диабета или гипертонической болезни. Очень многих людей. Так вот, эта категория граждан привита еще в меньшей степени. Меньше, чем 50% от необходимого количества. А эти граждане старше 60 лет должны быть привиты в 100% случаев. И именно для них коронавирусная инфекция является очень сильной угрозой нездоровью, жизни, подчеркиваю, жизни. Я считаю, что дальнейшие наши действия, дальнейшее наше игнорирование призывов к прививкам, призывов носить маски, соблюдать дистанцию, приведет к усилению инфекции, приведет к усилению эпидемии. И мы вынуждены будем принимать крайне популярные решения и о переводе на онлайн обучение и полном закрытии кинотеатров, ресторанов, фитнес-клубов и всех тех мест, куда люди массово приходят. Зачем? Мы могли этого избежать и можем это избежать, но, к сожалению, мы по-прежнему настойчиво не хотим исполнять простые, понятные и, подчеркиваю, безопасные рекомендации. Безопасные. При этом эффективные. Вы, наверное, читали, но если нет, то я вам скажу, что те страны, которые имеют в ассортименте не только вакцины спутник, но и вакцины, произведенные в Средних Штатах, в Англии, в Германии, такие как Pfizer, AstraZeneca или китайские, уже пишут об этом. И совершенно я понимаю, почему они это говорят. И не сомневаюсь в этой правде, что спутник наиболее эффективен, наиболее долго сохраняется иммунитет. И даже от новых штаммов его эффективность больше, других вакцин. И при этом спутник самая безопасная вакцина в мире. Практически ни одного случая, ни одного случая зафиксированных каких-либо серьезных осложнений, которые заслуживали бы внимания или потребовали стационарного лечения. Ни одного. Что же нам еще надо? У нас есть вакцина, она бесплатна, у нас есть огромное количество прививочных пунктов, и они работают не до 12 ночи некоторые, а некоторые круглосуточно. У нас есть знания, у нас есть мнение специалистов, и у нас есть серьезнейшая угроза оказаться вновь в тяжелой эпидемии, которая помимо колоссального сложного бытового и трудового неудобства создаст еще огромное количество угроз нашему здоровью и жизни. Услышьте меня, пожалуйста, подумайте. Ничего не мешает и тому, чтобы вы пришли и сделали себе прививку. Именно это обеспечит защиту вас и ваших близких, и ваших детей, подчеркиваю, потому что такого количества больных детей с таким тяжелым течением мы не видели никогда. При этом очень разнообразная картина, очень самая нет типичной картины. Берегите себя, берегите своих близких, своих детей. Носите маски, сделайте прививку. Любите себя. Я вам желаю здоровья. оттуда. Спасибо. 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 Продолжение следует...